один из писателей который написал шарма до квадрант финансового потока кто это был раби шарма или как его там звали робин до того момента пока этот человек запустил свою книгу он поставил баннеры взял в аренду в по америке во всех книжных магазинах баннеры вернее места заплатив за один квадратный метр по 200 долларов и на протяжении одного года поставив баннеры со своей фотографией держащий в руке книгу квадрант денежного потока или там богатый папа бедный папа при этом он написал внизу скоро выйдет бестселлер там и назначил дату и насколько я знаю заплатил около 10 12 миллионов долларов на раскрутку за один год данной книги после чего обратился к редакторам и сказал вы хотите чтобы права на публикацию данной книги было у вас ему сказали да хотим сколько вы хотите он говорит я хочу из-за того что это раз по распиаренная распопуляризированная книга я хочу чтобы издание или издательство заплатила мне 20 миллионов долларов то же самое делают все если сейчас зайти на новостные сайты российской федерации новостные сайты какие-нибудь там сторонние американские российские и так далее то можно увидеть новости которые публикуются о филиппе киркорове или а лободе или а там о ком теникар или так далее скажите эти новости по вашему бесплатно публикуются давайте я вам скажу публикация одной статье одной такой новости на одном новостном портале стоит от 500 долларов до 1000 долларов и вам для того чтобы сложить вокруг себя определенный образ необходимо обязательно вот такие новостные статьи под новостные статьи youtube развивающие каналы где вы будете выступать их нужно продвигать какие-то там фейсбук каналов это все необходимо вкладывать деньги поэтому когда вы видите певцов знайте певцы то сами по себе и петь то собственно большинстве своем не умеют да в общем то и все знаете что сказал маргенштерн ксении собчак он ей сказал во время того когда она сказала ему алишер скажите вы хотели бы чтобы я у вас взяла сейчас интервью он сказал нет нет я не хочу чтобы вы у меня брали интервью потому что когда вы последний раз мне предлагали взять у меня интервью то вы хотели мне заплатить за это 20 тысяч долларов поэтому бесплатно я вам давать интервью не буду потому что он понимает что как человек который имеет огромное количество популярной публики или огромное количество популярности и за ним и за его действием следит огромная аудитория то любое интервью у него может быть очень популярным для человека который будет это интервью у него брать ну вот собственно так поэтому когда мы видим как алишер приходит допустим на передачу жди меня или передачу там невесты женихов вы должны быть точно уверены что это не он заплатил для того чтобы туда прийти а ему заплатили для того чтобы он там оказался ну и вот где-то это так все устроено поэтому когда человек говорит я хочу стать богатым написал песню сняв фильм написав статью поставьте тире и скажите кто это все должен распиарить сколько вы готовы на это потратить деньги и вы должны знать что это огромные деньги которые необходимо потратить почему людей которые написали книги по богатству или книги подобные там шарме там квадрант денежного потока мы сейчас на так себе книга таких людей миллиард но только он стал мульти богатым человеком почему после его родители были богатыми людьми и смогли дать ему возможность вложить деньги вот в такую финансовую схему заработка